Она смирная, добрая, ластится к ребятишкам. Я думаю, от таких собак у вреда не будет. Но есть же большие собаки, агрессивные. С теми я не знаю. Валентина Ивановна и ее четвероногая любимица завсегдатой парка из Умрудной. Но гуляют не в специально отведенном месте для выгула собака, а по всей зоне отдыха. Ну, мне негде гулять. Там вот на площадке никого нет, сидеть просто. Вот мы ходим, я ее прицеплю иногда на это самое. Если вижу маленьких ребятишек, то на поводочек. Поводок – обязательное условие для всех хвостатых. Для определенной породы необходимый намордник. Но некоторым собаководам такие правила не указ, возмущается руководитель Умрудного Владислав Вакаев. 90% владельцев собак – нормально, адекватные, цивилизованные люди, которые следят за своими питомцами. Но, к сожалению, стали появляться люди, которые не совсем соблюдают эти правила. В частности, это выгул собак в несанкционированном месте и, соответственно, оставление экскрементов. Некоторые выгуливают крупных опасных собак без поводка. Ну и после того, как у нас запустился пруд, еще некоторые владельцы пытаются своих питомцев в пруду купать. Был инцидент, что собак купают в пруду. Вот это правильно или нет? Я считаю, это точно неправильно, потому что, ну, в любом случае, если ты ее хотел помыть, помою ее лучше дома. Ну, шампунька и с полотенчиком. А здесь все-таки пруд был предназначен больше для прогулок на катамаране, для сапов и для другого какого-то развлечения, но точно не для мойки собак. Продумываем, во-первых, маршруты передвижения владельцев собак к специальной площадке для выгула собак. Опубликуем это в виде схемы, да, то есть будет ряд территорий, закрытых для посещения собаками. В частности, вот эта велопешеходная дорожка, здесь она для занятий спортом, для бегунов, для ходоков, то есть здесь собакам не место. Разумеется, это детские площадки и спортивные площадки. В то же время разветвленная сеть дорожек позволяет пройти по территории парка специальную площадку для выгула собак и там, собственно говоря, погулять. В специально оборудованной площадке для выгула собак все предусмотрено. Есть даже пакетики для продуктов жизнедеятельности питомцев. Все в свободном доступе. Бери и пользуйся. Но как поводок надевают не все, так и не все убираются питомцами. По мнению кинологов, собаководам нужно прививать культуру поведения в общественных местах. Но делать это нужно поэтапно и комплексно. Я считаю, что у нас в каждом районе города должен быть какой-то социальный кинолог. То есть он может быть один на три района, на пять. Ему же не надо с утра до вечера. Но люди должны знать, что они могут обратиться куда-то. Он должен проводить какую-то просветительскую деятельность. Как я уже сказала, 30 лет никого не просвещали, не учили. Теперь хотят всех за три дня научить. Не получится так за три дня. То есть должна быть какая-то система, какая-то программа. Но социального кинолога нет. Вот собаководы и наступают на одни и те же грабли. Нарушают правила. Возможно, некоторые нехотя по незнанию. Сейчас в Зумрудном планируют привлечь общественников, правоохранителей. Чтобы те контролировали собаководов, которые игнорируют и нарушают правила выгула собак. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.